Всем привет, с вами Прео, и сегодня мы поговорим о улучшении получения добычи с недельного сундука. Как говорила давно компания Blizzard, нас ждет новый сундучок в Shadowlands, и в этом сундучке мы будем таргетировано выбирать себе лут. Да, система выглядит довольно-таки интересно, и сейчас мы полностью ее разберем. Вот стою я тут, и вы думаете, да, где же сундучок? Что мы вообще открывать будем? Покажи его нам. Да как бы вот он, этот сундучок стоит, а великое хранилище, даже сундучком-то сложно назвать, реально великое хранилище, в котором мы будем выбирать себе одну шмоточку из девяти, либо мы будем брать аниму. Это довольно-таки интересно. Эта конструкция едва влезла на превьюшку к видосику, это вообще смешно. Ну окей, что у нас ждет, каков интерфейс этого великого хранилища, и собственно, что нам нужно делать для того, чтобы лут можно было выбрать. Давайте сейчас все изучим, попробую относительно кратко все объяснить. Но если у вас вдруг появятся вопросики, то в комментариях постараюсь ответить. Поехали. Рейды, эпохальные подземелья, pvp. По три критерия мы можем сделать в каждой полосе. В каждом критерии, в каждом квадратике, получается, да, нас ждет по какой-либо шмотке, которая соответствует тому рейтингу pvp, тому закрытому ключу или той сложности рейдов, в которой мы побывали и в которой мы вроде как выполнили это требование. Не знаю, как для pvp работает, но по крайней мере для эпохальных подземелий и рейдов это точно так. Например, мы суровые рейдеры. В первой неделе у нас открывается обычка героев. Окей, это все классно. А на вторую неделю открытие рейда. Это получается, если по цифрам глянуть, 27-го выходит аддон. Проходит две недели, выходит старт обычки и геройка. Это 11-е число в европейском регионе. Мифик выходит 18-го числа. И вот мы такие эпохальные рейдеры, топ-про-уровни, кроем фулл мифик сразу же в момент его старта. В замке Нафрия 10 боссов. Безгунья, Альтимор, Спасение Солнечного Короля, Зимокс, Разрушитель, Иневра, Марквейн, Совет, Гризишмяк, Генералы Каменного Легиона и Сир Динатрий. 10 боссов. Мы закрыли, например, фулл мифик. Все круто, все классно. Топ-1 ворлд и все такое. В среду мы подходим к великому хранилищу и мы из трех вещичек эпохальных можем выбрать какую-то одну. То есть тут, например, будет условно какая-нибудь пушка, тут тринька, тут колечко. Или там, например, я не знаю, тут ножки, тут перчатки, тут ступни. И мы берем что-то одно. И эта вещица будет соответствовать эпохальному уровню предметов из рейда, а именно 226. Но если эта вещица будет с девятого или десятого босса, она будет 233-го этом левела. Примерно так. Ну давайте рассмотрим ситуацию, когда, например, кроется пул бычка, то есть полностью 10 боссов в нормале закрыто. И при этом закрыто только 7 в героике. Ну, все-таки, знаете, ласт в героике, он сложный в первую неделю. Там какая-нибудь механика будет интересная, которая, ну, по эквипу, скажем так, не будет проходиться и все. И не сможете в первую неделю убить. Грустненько, ну а что поделать. 10 боссов у нас убитого бычки, 7 убитых в героике. В первом квадратике нас будет ждать героический лут. Во втором квадратике тоже героический лут. В третьем квадратике нас будет ждать лут с нормала. То есть проверяются абсолютно все условия. Я рассматриваю на живых ситуациях, так легче объяснять, я думаю. Вот, и то есть тут у нас будет героик-вещица, тут героик-вещица, тут нормал-вещица. Конечно, мы выберем героик-вещицу, само собой. Как-то так. Теперь давайте рассмотрим касательно эпохальных подземелий. Какие у нас условия, что нас ждет? Пройдите одно подземелье, открытое с эпохальным ключом. Пройдите 4, пройдите 10. Рассматриваем ситуацию. Мы прошли 14-й ключик, ну или 15-й, ради максимального лута с эпохальных подземелий. Ради еженедельного сундучка. 226-я вещица. Но это круто. В первую неделю закрыть 14-й, 15-й ключик, когда еще мифик-рейт не открыт. То есть тот момент, когда только нормал и героик открылись, мы кроем 14-й или 15-й ключик и уже сможем, например, залутать 226-ю шмотку и нацепить ее и пойти в мифик-рейт. Уже с хорошей такой вещицей. Это круто. Это реально круто. Вот. Мы кроем одну 14-ю или 15-ю данжу. Далее мы, например, закрыли еще 3 пятых ключика. То есть 1, 15-й, 3 ключика пятых. Это 4 суммарно. И, например, мы там еще решили пофармить себе шмота. Еще закрыли 6 ключиков. Ну, тоже пятых, к примеру. Что нас будет ждать в среду? Тут в первом квадратике у нас будет максимальный лут. Так как мы закрыли 14-й или 15-й ключик. То есть 226-го вещица эквипа будет. Далее тут нас будет ждать вещица с 5-го векляча 100. То есть это 210-я вещица. Ну и тут тоже в последнем третьем квадратике. Само собой, мы возьмем вещицу наибольшего этом левела. Хоть даже это будет тринкет, хоть даже это будет кольцо. Правильно? Ну, я думаю, правильно. Вот. Касательно PvP вопрос хороший. Скорее всего, все будет работать от рейтинга в каком-либо брекете. Сори, сказать точно не могу, PvP не увлекаюсь. Ну, наверное, это как-то так будет. И аналогично это все будет, как с сундучками в БФА, которые мы видели за PvP. На самом деле система классная. Но она немножко сплющена в этом плане. Например, если рассмотреть Легион. Насколько я правильно помню, там были рейдовые сундучки. Но окей, в Дреноре они точно были. То есть мы набивали определенное количество киллов боссов. И потом соратники каждые две недели приносили нам сундучок с этого рейда. Там примерно 14 или 15 боссов нам нужно было убить. И таким образом сундучок улучшался. Это было круто. Оттуда мы вытаскивали рандомную вещицу. На текущий момент в Shadowlands'е, ну, примерно что-то такое же. Чем лучше мы убиваем боссов, неправильную мысль выразил. Чем более лучшей сложности мы убиваем боссов, чем выше сложность убитых нами боссов, вот. Тем лучше будет лут в этих квадратиках. Как-то так. Чем лучше мы закроем подземелья, чем выше по уровню сложности мы их закроем, тем лучше в каждом квадратике будет на выбор добычи. Чем выше наш рейтинг PvP, тем лучше награды мы будем видеть в каждом квадратике. Ну, примерно как-то так. Вроде правильно мысль выразил. Сложно, сложно, серьезно сложно такие мысли выражать. При условии того, что не потестил даже их. А жаль, кстати. Бета скоро кончится, Shadowlands скоро выйдет, а ничего не прочеплено. Но я думаю, это примерно так будет работать. Я постарался все правильно объяснить. Самое главное, чтобы вы реально поняли. Я умею иногда так мысли сильно закрутить, что никто их и не понимает. А в голове это все нормально звучит, все классно. Окей, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.